Ведь коммунисты проиграли, точнее не прошли парламент, не потому что за них не проголосовали, потому что не хотят их, а потому что шансов не было за них проголосовать. Я объясню почему. Правильно говорил ваш коллега ведущий, что более грязных и аморальных выборов еще в Украине не было. Я скажу почему. Четыре с половиной миллиона наших сограждан, которые проживают на Донбассе, не имели шансов подойти к урне и реализовать свой голос. А в костюмом времени? Второе. Полтора миллиона, я уже не говорю крымчан, тоже не смогли воспользоваться своим конституционным правом. Была ж нормальная логика, и надо отдать должное представителям Батькевщины, когда они тогда еще были едины, и частичные свободы, которые действительно были фундаментом еще той коалиции, которые пытались эти выборы перенести на период после установления стабильного мира. И они в этом были правы. Ведь логично было бы установить мир, провести конституционную реформу в вопросах децентрализации, как базы для мира, как гарантии дальнейшего мира, а потом пойти на выборы. Вы говорите, что Батькевщина распространяется на Крым. Евгений, Евгений, Евгений. То, что Крым бы отдали вот так вот добровольно. Евгений, Евгений, что произошло? Что произошло? Так сначала надо было установить мир, а потом не идти в условиях войны на выборы. Я не запомнил. Скажи, это не без ни сотни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!